Итак, время к двум часам подходит, и уже люди подтягиваются на экскурсии, которые начинаются в обид и заканчиваются в шесть часов вечера. Если не хочешь ни с кем разговаривать, стараться надо забиться вот на такой маленький автобус. Собирать начинают людей от колоннады, и потом автобусы едут по кругу, собирают с разных санаторий. Вот я вчера ездила на таком маленьком, и то все равно, то один подойдет, давайте я вас сниму, давайте я вас пофотографирую, в смысле на пленку, давайте я вас пофотографирую, в общем, даже здесь не удается. А у кого есть желание пообщаться, лучше ехать вообще на большом автобусе. Большие окна, лучший обзор, вот это наш автобус. Вот как и вчера в Кисловодске я приезжала, доезжаешь до какой-нибудь дырочки, 100 рублей за вход, так и сегодня. Вот, подъехали к музею Лермонтова, 100 рублей за вход. Я сегодня не пойду. Я еду конкретно посмотреть озеро. И вот рядом с домиком Лермонтова, Пятигорске, пешеходная экскурсия. Желающие потопали, нежелающие сидят. Сейчас покажу самое вкусное мороженое, Пятигорское. Вот, настоящий пломбир, знак качества. 40-50 рублей, в зависимости от точки. И топаем мы по Пятигорску громадной группой, слушая рассказы. Где вода? И я приехала пофотографировать то, что видела 5 лет назад. Тю-тю. Посмотрим, как изменился провал за 5 лет. Это культурный и литературный наш герой. Вот он, провал. Мне напоминает вход в театр-цех в Питере. По пути приглашаю. Конюшенная площадь, дом 2. Пока нет нашей громадной группы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Копать... Угу. Вон, уходи. Уходи. А мы. Я не хочу. Уходи. 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 Изменилось. Воды стало мало. Но, возможно, это ранняя весна. Голуби. Это вот так все выглядит на фотографиях, когда мы покупаем сюда билеты на экскурсию. Вот так оно все выглядит в реале. Сидим за решеткой в темнице сырой. Да, решеточка печальная. И сидят здесь два голубя. Все как бы не стоило того. Вот так вот этот провал выглядит со стороны. Площадь сделали красиво. И вот такая панорама Пятигорская издалека. Промышленности никакой нет. Торгуют. Итак, кратко. Где я побывала? Живу я в Кисловодске. Остановилась. И проехала по городам, которые окружают Кисловодск. Первый был Иссентуки. Печалька при печальке. Единственное место, куда можно было сходить, грязолечебница и то на улице. Сто рублей доплачивать за проход внутрь лучше не надо. Не смотреть на эти пластиковые ведра, подписанные разной краской, на все такое вот печальное. Печальное. Лучше не надо так вот остаться. Вроде бы как ты где-то там на римских развалинах или в Санкт-Петербурге со львами пофотографироваться. Больше ничего из экскурсии не запомнилось. Ну и больше никуда и не водили. Следующий город был Железноводск. Там, да, все клево. Такой приятненький город. Такой в горах расположен. Уютненько. Единственное место, куда мы сходили, был парк. Сходили мы в парк. Но так как апрель месяц, ни цветочков, ни лепесточков, фонтаны не пущены. Сегодняшняя экскурсия в Пятигорск. Она как бы лучше. Ну придется, конечно, послушать стихи Лермонтова. В сам домик я тоже не рекомендую ходить, 200 рублей платить. Это дополнительно. Опять 500 рублям попросили. Надо вот погуглить и почитайте. Вот. Пришлось стихи послушать и Пушкина, и Лермонтова. Но то, что я хотела проехать по Канадке, подняться вот на вершину. Больше бы о горах вот этих вулканических. Ну как бы посмотреть с вершины на них. Этого не получилось. Все, закат. Возвращаемся домой. У меня голос успокаивает, как психотерапевт такой. Молодный голос. Командует отрядом Рфин Дорохов. Дорохов получился. Все, привет с Кисловодска. До Пятигорска не доехала. Орла не посмотрела, зато здесь нашла. Рфин Дорохов. Рфин Дорохов. Рфин Дорохов. Рфин Дорохов. Продолжение следует...